Смерть в прямом эфире. Сегодня это не просто элемент спектакля, а такое бывает и в жизни. Хейтеры в уголовные сроки за мемы и зависимость от соцсетей. Все это уже история не о Homo Sapiens. Здесь говорят про Homo Media, человек информационным. Пьеса точно будет спорной, говорят в театре. С одной стороны я как бы согласен с этим сценарием, что там происходит, а с другой стороны как бы есть противоречия. Потому что в этом сценарии есть как и молодые персонажи, так и взрослые. Вот взрослых персонажей в этом спектакле я, конечно, не понимаю. «Онлайн» – это название спектакля, который поставил режиссер из Санкт-Петербурга Роман Бакланов. Он уже известен парнаульской публике по коротким театральным зарисовкам. Вот эти вот скотчевые люди, куклы – это какая-то метафора. Да, но для меня это люди нового поколения. Такие прозрачные, легкие, летающие люди с новыми возможностями. Подготовка к пьесе началась несколько дней назад. Дату премьера узнаем позже. Ясно одно – камерный спектакль покажут в бывшем кинотеатре «Родина». Ведь новое здание театра, которое должны были сдать летом 2019 года, в лучшем случае откроют свои двери в середине 2020-го. На спектакль советуют приходить и подросткам, и взрослым. Это попытка понять друг друга. Нужно просто уметь фильтровать. В общем, спектакль о том, как нужно не быть полным лузером, а быть все-таки немного юзером. Я хочу, чтобы зритель активно фотографировал, снимал, если ему хочется, выкладывал сториз. Я хочу запустить пару каналов, чтобы зритель мог во время спектакля общаться с главными героями спектакля. Кстати, пьеса основана на реальных событиях. У героев есть прообразы, например, известные блогеры. Чтобы вжиться в роль, артисты следят за жизнью селебрити в соцсетях, впрочем, все имена держат в секрете. Возможно, зритель узнает в герое спектакля не только какую-то медийную личность, но и себя. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком.